Новые меры поддержки Владимир Путин поручил распространить действия программы дальневосточная ипотека на бойцов СВО. Масштабная модернизация тепловых сетей вновь ждет Владивосток. Также специалисты проведут ремонт тепловых насосных станций. Впервые за 42 года ледовый спидвей во Владивостоке собрал полные трибуны зрителей. И теперь подробности. Президент России Владимир Путин на этой неделе поручил распространить действия программы дальневосточная и арктическая ипотека на бойцов СВО, сняв ограничения по возрасту и семейному положению. Как пояснили в Министерстве строительства Приморского края, сейчас этой льготной программой могут воспользоваться молодые семьи супруги, не достигшие 35 лет, с российским гражданством и одинокие родители, не старше 35 лет, с детьми, не достигшими возраста 19 лет. Принятое решение не только увеличит число возможных заемщиков, но и послужит дополнительной мерой поддержки приморцев-участников спецоперации, подчеркнули в ведомстве. Так, только в январе этого года по льготной программе выдано 387 кредитов на сумму больше 2 миллиардов рублей. Кроме того, Владимир Путин поручил отменить требования о наличии стажа работы по специальности для педагогических работников и работников медицинских организаций. Олег Кожемяка побывал на тренировке отряда «Тигр» перед отправкой на СВО. Также вместе с командующим Тихоокеанским флотом адмиралом Виктором Леина глава региона осмотрел, как живут бойцы. Ведь специально для них построены бытовые помещения, казармы и столовая. Губернатор Приморского края посетил тренировку морских пехотинцев и добровольцев отряда «Тигр» перед отправкой в зону специальной военной операции. В перечень видов их подготовки входят стрелковая, инженерная, медицинская и многие другие. «Необходимо сразу здесь обкатывать при тех навыках, которые будут в бою. Мы это видели при штурмах населённых пунктов. Чтобы ребята не терялись, необходимо все эти взрывы имитационные проводить сразу на месте на полигоне, чтобы было привыкание уже к таким взрывам». Здесь идут и занятия по применению специальной техники, которая разработана и произведена на территории Приморского края. По словам губернатора, вся эта техника уже поставляется в войска и объёмы будут увеличивать. «Мы показали ту технику и возможности, которые сегодня изготавливаются на наших предприятиях. Это работа перед дронов по танку с точным попаданием. Это работа дронов со сбрасывающим устройством. Работа беспилотной авиации, как разведывательной. Это автоматически удалённая стрельба из пулемёта, где человек находится 700-800 метров от введения огня и может управлять огнём прицельно и достаточно хорошо. Поэтому это и непосредственно та передвижная техника, которая позволяет как доставлять боеприпасы, так и ввозить раненых. В последующем она может использоваться, в общем-то, как передвижная турель. Это те накидки, которые уже сейчас обладают противотеплазионным, скажем, свойством. Их не видно в тепловизор. Вот. Это, безусловно, там бронежилеты, амбудирование, которое швёртв наше предприятие. Отметим, Олег Кожемяка вместе с командующим Тихоокеанским флотом-адмиралом Виктором Ильина посмотрели, и как живут бойцы, ведь специально для них построены бытовые помещения, казармы и столовая. Артём Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом. Во Владивостоке осмотрели трассы, которые были отремонтированы в прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Специалисты регулярно проверяют объекты уличнодорожной сети на выявление замечаний как в сфере текущего содержания, так и в рамках гарантийных обязательств подрядчиков. Все замечания оперативно устраняются. Администрация Владивостока проводит рейды по трассам, отремонтированным по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Благодаря ему в прошлом году во Владивостоке комплексно были отремонтированы дороги на Толстого, Волжской и Шуйской, а также построен новый мост через вторую речку в районе улицы Волжской. Специалисты профильного управления регулярно проводят проверки, а все выявленные замечания направляют подрядчикам для устранения. «Контрактам полностью прописаны обязательства подрядчика по гарантийным случаям, выявленным на объекте. Эти обязательства сохраняются за подрядчиком. В случае выявления будут доводиться до подрядчика». Бывают и негарантийные случаи. Тогда восстановление проходит силами дорожной службы. Один из таких примеров – поврежденные во время штормового ветра сразу несколько дорожных знаков на улице Толстого. Бригада муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» оперативно их восстановила. «Знаки восстановлены после того сильного ветра, который был в городе. Количество их минимальное. Это негарантийный случай. В любом случае, те моменты, которые надо будет выполнить в рамках содержания, они будут систематизироваться и планироваться к выполнению». В ходе прошедшей проверки серьёзных замечаний не выявлено. Дорожники добавляют, что уже в апреле стартуют проверки с участием общественных наблюдателей, которые проинспектируют состояние дорог после зимы. Добавим, что в этом году администрация Владивостока планирует существенно расширить реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги», дополнив три ранее озвученных адреса Никифорова, Сафонова и Героев Хасана ещё пятью объектами. В их числе дороги на Авроровской, Иманской, Комсомольской, а также перекрёстки на адмирала Кузнецова, адмирала Юмашева, Нейбута и Иртышская гомарника. «Локомотив изменений» Вера Щербина рассказала о нацпроектах в Приморском крае. Они реализуются сегодня практически во всех важных сферах жизни. И губернатор Олег Кожемяк уделяет большое внимание качеству их исполнения. Эта тема находится на особом контроле правительства края. Отметим, ранее президент России Владимир Путин поручил расширить горизонт планирования при реализации национальных проектов до 2036 года. В Приморском крае на круглом столе обсудили итоги реализации национальных проектов, утверждённых президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Во время своего выступления первый вице-губернатор отметила, что национальные проекты направлены на то, чтобы обеспечить прорывное научно-технологическое и социально-экономическое развитие страны. И их самая главная задача – повысить уровень жизни граждан. Наш край, конечно же, это локатив изменений, которые происходят на Дальнем Востоке. Мы столица Дальневосточного федерального округа. Мы же – это ворота азиатско-тикианского региона. У нас много что происходит, и это невозможно не заметить, что происходит в Приморском крае. Наша экономика растёт гораздо выше, чем в других субъектах Российской Федерации. И в целом, если сравнивать по среднероссийске статистические данные, то наши показатели нас радуют, поскольку инвестор к нам идёт. Вера Щербина отметила, что экономика значительно выросла в Приморском крае за последние 20 лет. Экономика, конечно же, удвоилась, а где-то утроилась даже по каким-то направлениям. Налоговые доходы также кратно растут и поступают в бюджеты всех уровней. Особенно последние годы, когда был принят целый пакет нормативно-правых актов, федеральных законов о льготных налоговых режимах, которые действуют у нас здесь. Это и свободный порт Владивосток, это и территории экономического развития. Конечно же, все эти преференции льготные, они как раз привлекли к нам сюда, в Приморский край. Очень много инвесторов. И сейчас активно развивается у нас не только промышленность, флагман промышленности у нас завод «Звезда». Вы все знаете, это большой камень, который только развивается, он ещё о себе заявит. Вместе с этим развитием промышленности идёт и развитие городов. Идёт развитие городов. Мы разработали мастер-планы. Председатель правительства Приморья подчеркнул, что развитие бизнеса невозможно без развития социальной сферы. Хочу напомнить, что в прошлом году мы воплощали в жизнь 45 региональных проектов. И напоминаю, что все эти проекты, они созвучны 12 национальным проектам, которые провозглашены как раз президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Мы только на эти цели, узконаправленные цели, потратили в прошлом году около 30 миллиардов рублей. И хочу сказать, что эти суммы каждый год растут. Если брать точку отсчёта, если сравнить, вернее, с предыдущим годом, то это на 8 миллиардов было меньше в 2022 году. И кассовое исполнение всех этих средств составило 95 процентов. Выполнено более 98 процентов всех показателей, а их всего более 300. Значительные достижения есть и в сфере строительства. Введено 258 объектов. Это в том числе капремонты медучреждений, школ, создание объектов благоустройства, ремонты дорог. Вера Щербина подчеркнула, что нацпроекты в Приморье реализуются сегодня практически во всех важных сферах жизни. И губернатор Олег Кожемяка уделяет большое внимание качеству их исполнения. Артём Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом. Приморье транслирует и лучшие социальные практики на другие регионы страны. Об этом шла речь на встрече с генеральным директором агентства стратегических инициатив. Приморье улучшает инвестиционный климат. Кроме этого, край показал рост в рейтинге качества жизни. Он включает в себя базовые показатели для каждой семьи, такие как медицина, образование, экология. Губернатор Приморского края провёл встречу с генеральным директором агентства стратегических инициатив. В начале беседы Светлана Чупшева отметила положительную динамику Приморья в улучшении инвестиционного климата. Это касается и работы с инвесторами, и создания комфортных условий для бизнеса, и привлечения инвестиций. В этом году у нас Приморский край тоже наряду с другими регионами участвовал в апробации уже второго инвестиционного стандарта, разработанного правительством, Министерством экономического развития. В этом году мы эти показатели все уже включаем в инвестиционный рейтинг, и на Петербургском международном инвестиционном форуме уже традиционно будем представлять результаты. Сейчас уже проводятся опросы бизнеса в регионах, тоже собираем уже статистическую информацию, но уверена, что Приморский край покажет здесь также хорошие результаты. Важной темой общения стала спецоперация, точнее, поддержка семей участников СВО и их самих. Приморский край, и президент тогда приводил на совещание с членами правительства, тоже пример Приморского края, и зачитывал ваши предложения, Олег Николаевич, по поддержке участников СВО. И многие регионы брали это тоже как элементы решений, которые дальше уже были утверждены в рамках региональных программ. Здесь мы эту работу, безусловно, смотрим на такие решения, но уже вот эти лучшие практики мы также передаем в фонд защитники Отечества. Олег Кожемяка поблагодарил агентство стратегических инициатив и лично Светлану Чупшеву прежде всего за поддержку регионов. Благодаря тем решениям вашей, скажем, учебе и тем направлениям, которые мы внедряем у себя, мы поднялись в институционном виде на хорошие позиции. И сейчас это направление развиваем. К счастью, у нас неплохо идет регистрация собственности, возможности получения разрешений по открытию предпринимательства. Запустили в том числе и новые проекты, связанные с поддержкой и возможностью патриотического воспитания детей. Это Арсенийская карта, также, по примеру, Пушкинская карта, но только это основано на посещении ребятами наших музеев, достопримечательных мест. По словам губернатора, в Приморье проживает 23 тысячи многодетных семей, поэтому все инициативы, которые влияют на укрепление института семьи и помогают решить проблемы, имеют особую важность. Все эти лучшие практики социальные, которые есть в субъектах, они аккумулируются здесь, в ОСИ, и далее, значит, мы их будем сейчас рассматривать и внедрять у себя тоже в край, в том числе и предлагая свои. Это, конечно, в первую очередь поддержка их в части возможности погашения ипотеки, в части льготного производства по транспорту, налога на транспорт, налога на имущество. То есть мер поддержки в школьном образовании, в образовании в кольже. Отметим, агентство стратегических инициатив мониторит, как регион развивается и дает свою оценку. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, Новости на Восьмом. Придомовые территории благоустраивают благодаря ТОСам в столице Приморья. В прошлом году на деньги краевого гранта свои территории смогли улучшить 65 ТОСов Владивостока. Жители города обустраивали спортивные детские площадки, устанавливали камеры видеонаблюдения, строили скверы, парковочные зоны и дороги. Губернатор Олег Кожемяка пообщался с жителями и оценил проведенный ремонт. Губернатор края Олег Кожемяка посетил новые объекты, сделанные в рамках ТОС. Один из них – реконструкция лестничных маршей на придомовой территории памятника градостроительства и архитектуры дома лейтенантов Техокеанского флота. Дом офицера Шопа. Мы нашли первую фотографию первых жильцов этого дома. И хотим потом на этой опорной стене сделать как панно, чтобы это было знаковое историческое место. Вот там подубрать все, да? Конечно. Далее Олег Кожемяка побывал на улице Тунгусская, 69, где одноименный ТОС реализовал проект спортивной игровой площадки «Мечты сбываются», а также сделал сквер с лавочками и качелями с панорамным видом на город. В дальнейшем вокруг площадки планируется озеленение территории, установка дополнительных лавочек для отдыха родителей, камер видеонаблюдения. Здесь это уже четвертый проект. Люди поверили в себя, поверили в эти возможности. Поэтому мы расширяем и количество участников в территории общественного самоправления, увеличиваем суммы, которые единовременно может получить эта организация. Но мне кажется, что надо больше доверять людям, больше передавать денежные средства, чтобы они сами определяли те проекты, которые наиболее нужны. Губернатор края побывал на новых объектах в преддверии форума общественников «Живем в Приморье. Решаем вместе». На мероприятии подведут итоги работы 2023 года, а также разработают план на текущий год. Форум, который пройдет, это как раз те новые решения, которые мы приняли по расширению участников территории общественного самоправления, по увеличению новых жителей. И вот такие примеры для нас важны, чтобы посмотреть и показать людям, как может преображаться их двор, как может преображаться наш город. Отметим, что по поручению губернатора края Олега Кожемяка в Приморье стартовал конкурс грантов для ТОС и инициативных групп граждан. Прием документов продлится до 16 февраля. Жители края могут выиграть до полутора миллиона рублей на благоустройство придомовой территории, установку детской или спортивной площадки. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом. Форум «Живем в Приморье. Решаем вместе» посвященный развитию территориального самоуправления и планам работы на текущий год состоялся во Владивостоке. Глава региона Олег Кожемяка поблагодарил активистов за участие в процессе преобразования городов и поселков края, которые, добиваясь успехов в разных направлениях, уже стали одной большой настоящей командой. Во Владивостоке прошел форум «Живем в Приморье. Решаем вместе» посвященный развитию территориального самоуправления и планам работы на текущий год. Губернатор края Олег Кожемяка поблагодарил активистов за участие в процессе преображения городов и поселков. И, безусловно, это говорит о всё возрастающем количестве людей, которые так или иначе работают на украшение своего города, которые заинтересованы тем, чтобы наши города и поселки, дворы с каждым годом преображались. Преображались своими руками, потому что никому, кроме как вам, не виднее, что нужно сделать. И мы видим, что те программы, которые мы массово и активно начали в прошлом году, получили огромную поддержку и заинтересованность среди всех жителей края, среди всех районов, среди городов. И, безусловно, это радует нас. Это, конечно, большой вызов в финансовом вопросе. Я могу сказать, что если у нас было порядка 140 ТОСов и 37 инициативных групп, то сейчас 475 заявилось территорией общественного самоуправления на эти цели, 170 инициативных групп, то есть рост в 6 раз. В торжественной обстановке Олег Кожемяков вручил благодарственные письма губернатора Приморского края активистам самых эффективных ТОС по итогам прошлого года. Также в рамках форума прошла дискуссия «Опыт реализации проектов в 2023 году и развития ТОС в ближайшие пять лет», во время которой активисты поделились опытом участия в конкурсе грантов. Напомним, ранее в Приморье стартовал конкурс грантов для территориальных общественных самоуправлений и инициативных групп граждан. Приём документов продлится по 16 февраля. Жители края могут выиграть до полутора миллиона рублей на решение вопросов местного значения, к примеру, благоустройство придомовой территории, установку детской или спортивной площадки. Артём Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом. Модернизация тепловых сетей во Владивостоке начнётся сразу после отопительного сезона. В этом году продолжится реконструкция теплосетей в Первомайском районе, где, по оценке специалистов, наибольшая степень износа. Помимо улиц в 40 лет ВЛКСМ и Борисенко будут менять трубы на Бурачко. Продолжат реконструкцию теплосетей на Сафонова и Никифорова. Планируется закончить работы в районе улицы Героев Хасана. Также проведут ремонт тепловых насосных станций с заменой подогревателей, что значительно улучшит теплоснабжение жилого сектора и социальных учреждений. Кроме того, в текущем году капитально отремонтируют теплосети на Русской, Громовой и Днепровской. Также специалисты разрабатывают проектно-сметную документацию с прохождением экспертизы для капремонта ещё трёх участков, которые снабжают теплом и горячей водой жилые дома и другие объекты инфраструктуры на проспекте Красного Знамени, улицах Шилкинской и Тобольской. Уже в этом году в микрорайоне Патрокол по нацпроекту образования завершат строительство школы, которая сможет принять 1275 учащихся. Ход работ проконтролировал глава Владивостока Константин Шестаков. Сейчас возведение школы на строительной площадке ведётся в две смены. В работах задействовано почти две сотни человек. Мэр подчеркнул, что работа по преображению района идёт комплексно. В микрорайон Патрокол во Владивостоке ждут большие изменения в этом году. Один из них – завершение строительства школы по нацпроекту образования. Основной оценкой мы сделаем на внутриквартальной дороге, но и завершение строительства школы на 1275 мест также планируется в конце текущего года. Работы ведутся полным ходом. Сейчас на площадке вечером 192 человека. Продолжаем контрольные мероприятия. Работы на объекте ведутся в две смены. На этой неделе строители заняты отделочными работами и устройством сетевых коммуникаций в будущих корпусах. Мы сейчас присутствуем в разгаре работы второй смены. Работаем на нескольких корпусах. Мы готовимся к детонированию перекрытия третьего корпуса и переходов в корпус административный, где как раз расположен бассейн, актовый зал, библиотеки и большая столовая на 600 мест. Также мэр подчеркнул, что работа по преображению района идёт комплексно. В этом году здесь построят новые дороги. Работы планируют начать весной, когда будут стабильные положительные температуры воздуха. Артём Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом. Проект администрации Владивостока «Аттестат плюс профессия» даёт школьникам города возможность в дальнейшем трудоустроиться, а также предоставляет множество полезных навыков, которые могут пригодиться в жизни. За полгода обучения ребята уже твёрдо овладели основами различных профессий. По окончании обучения они получат документ о полученном образовании. С начала нового учебного года учащиеся 22 муниципальных школ Владивостока получают профессиональное образование в средних специальных учебных заведениях города. По словам школьников, проект администрации города «Аттестат плюс профессия» не просто даёт возможность в дальнейшем трудиться, но и предоставляет много полезных навыков, которые могут пригодиться в жизни. За полгода обучения ребята уже твёрдо овладели основами профессии. Об этом рассказывает преподаватель специальных дисциплин колледжа, у которого занимается группа по направлению «Слесарь-сантехник». Изучают пять предметов вообще-то. И материаловедение, и охрану труда. В первую очередь это охрана труда, то есть на любом предприятии в первую очередь шла охрана труда. И естественно получают, так сказать, азы сантехники, сантехнического оборудования, монтаж, демонтаж оборудования. Сейчас мы сделали инсталляцию, установили унитаз и раковину, потом будем делать уже водоотведение. То есть установка стояков, установка разводки, то есть это называется водоотведение. И уже где-то в феврале-марте монтаж стояков холодного и горячего водоснабжения. Некоторые ребята поделились, что благодаря новым знаниям они могут помогать родителям в бытовых вопросах. Мы помогали отцу там установить раковину. После этого уже был опыт. В завершении любого курса ребят ждет демонстрационный экзамен, на котором школьникам предстоит показать свои навыки в деле. Успешное выполнение задания гарантирует ребятам получение документа об их первой профессии. Еще одна профессия, которую осваивают школьники, секретарь-администратор. В данный курс входят, прежде всего, конечно, это документоведение, документационное обеспечение управления, потому что они должны знать, уметь работать с документами, что из себя представляет документооборот. И одно из тоже важных направлений для секретарей-администраторов – это деловые коммуникации, деловое общение. Потому что здесь и психологические мы особенности с ними разбираем, мы проходим в виде тренингов данное занятие. Нам предложили именно эту профессию, и мы с удовольствием согласились с этим. Это хороший опыт – получить образование сразу после 10 класса. И мы можем летом уже работать. Ученики по курсу сварщик по завершению учебы получат документы о профессии электросварщик ручной сварки 2-го разряда, с которым смогут работать на любом производстве. Также в региональном техническом колледже школьники учатся на автомехаников. Ребята уже умеют собирать и разбирать двигатель, определять причину неисправности и устранять их. У нас на курсе ребята обучаются базовым понятием ремонта автомобиля, его обслуживания, ремонта двигателя, ремонта трансмиссии, ремонта подвески автомобиля. То есть в каких-то экстренных ситуациях, чтобы ребята как минимум свою машину всегда могли починить и поставить на ход. Личным общением могу сказать, что кто-то хочет связать жизнь, возможно. Для кого-то это просто дополнительное образование, для кого-то подстраховка на будущее. Но ребятам нравится, ребята занимаются, ходят. Получать профессию я пришел, чтобы в будущем мне было легче работать со своей машиной. Был опыт, было представление о том, как устроена машина. Ну и мужчине в будущем это очень хорошо поможет. Отметим, что получить профессию во время учебы в школе в рамках проекта «Аттестат плюс профессия» изъявили желание более тысячи учащихся в восьми учебных заведениях города. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом. Урок добра в школе номер 51 Владивостока провели специалисты фонда «Умка». Волонтеры рассказали ребятам о важности ответственного отношения к братьям нашим меньшим. И о том, как люди могут помочь животным, оказавшимся на улице. За несколько лет специалисты «Умки» провели около 300 таких уроков в школах. При этом некоторые учебные заведения волонтеры посещают уже несколько раз. Во Владивостоке в школе номер 51 специалисты фонда «Умка» провели урок добра. Школьникам рассказали об ответственном отношении к братьям нашим меньшим и о том, как люди могут помочь животным, оказавшимся на улице. Пока они маленькие, пока они еще впитывают всю эту информацию. И зачастую потом взрослые делают ошибки только потому, что они не знают. И если им еще с детства что-то рассказывать, тогда, возможно, всего этого безответственного будет намного меньше во взрослой жизни. Мы доносим до детей, что такое домашнее бездомное животное, как бездомное животное появляется на улице, какие причины есть, как с этим бороться, в зависимости от возраста, естественно. То есть рассказывать первоклассникам про стерилизацию нет смысла. Затем мы рассказываем, как ухаживать, как правильно кормить, как правильно гулять, тоже тем, кто немножко тоже постарше. Рассказываем, что существуют волонтеры, кто это такие, как они объединяются в организации, как они спасают животных. На урок добра Екатерина Кириллова ходит не одна. Айма сопровождает свою хозяйку на всех уроках не только в качестве спутницы, но и помощницы. Собака хорошо относится к детям, с удовольствием дает себя гладить, обнимать и фотографировать. За несколько лет специалисты УМКИ провели около 300 таких уроков в школах. При этом некоторые учебные заведения волонтеры посещали уже несколько раз. На самом деле мы не охватили еще даже все школы и все классы. То есть не провели еще даже ни по одному уроку добра, чтобы каждый класс, каждая школа такого еще не дошли до этого. Но уже иногда, приходя в одну и ту же школу на протяжении некоторого времени, когда нас каждый год туда зовут, мы задаем вопросы ребятам. Вот они были в первом классе. Мы задаем вопросы уже во втором, в третьем классе. И они помнят и правильно отвечают. Мы, конечно, очень надеемся, что хоть что-то из того, что мы сказали, останется у них, и они понесут это уже во взрослую жизнь. Это живое существо, и на улице животные, которые привыкли к дому, они вряд ли смогут прожить какое-то долгое время. Животные, у них есть тоже чувства, и в любой момент они привыкнут к тебе, и после того, как ты их выбросишь, просто они могут умереть от того, что у них нет. Им нужна еда, потому что они не могут прожить. Напомним, администрация Владивостока более года реализует проект «Животные городовые», цель которого не только пропаганда ответственного отношения к животным, но и помощь бездомным питомцам в поиске любящей семьи. Артём Белов, Елизавета Драгомирова, Новость на Восьмом. Около шести тысяч жителей и гостей Владивостока стали зрителями спидвея на льду. Многие ради этого приехали даже из отдалённых уголков края. Турнир проводился впервые после 42-летнего перерыва и собрал мотогонщиков со всего Приморья. Он прошёл в минувшие выходные на льду стадиона «Авангард». На лёд выехали отважные, мужественные гонщики, которые представляли Уссурийск, Большой Камень, Дальнегорск и Владивосток. Во Владивостоке на стадионе «Авангард» прошли гонки по спидвею на льду. На старт вышли семь команд из Приморья. «Вымпел» из Владивостока, «Гранит» из Дальнегорска, «Звезда» из Большого Камня, ОЛРЗ, «Портер» и команда спортивной школы имени Шевченко из Уссурийска, а также команда регионального отделения ДОСААФ. Помимо приморских спортсменов в соревнованиях приняли участие три чемпиона мира и ветераны приморского мотоциклетного спорта. Вот мы снова с вами сегодня здесь собрались на стадионе «Авангард», который после 42-летнего перерыва впервые проводит ледовый спидвей. И, безусловно, сегодня здесь будут лед резать отважно-мудрственные и поистине бесстрашные люди, наши гонщики, которые представляют все наши города, кто занимается спидверьем, мотокроссом. Безусловно, скорость, энергия гонщиков, огонь, сердец болельщиков растопит этот лед, доставит нам поистине большое удовольствие. Во время ледового спидвея состоялся 21 заезд, в каждом из которых участвовало по 4 спортсмена. Первое место по итогам заездов завоевала команда «Вымпел» из Владивостока. Второе и третье заняли команды «Портер» и «ОЛРЗ» из Уссурийска. Огромное спасибо за то внимание, за ту любовь к спорту, которую вы проявляете. К техническим видам спорта мы будем их проводить каждый год, чтобы была возможность поболеть, потому что сегодня победила, помимо команды «Вымпел», победили болельщики, которые отдали свои сердца своим любимым спортсменам. Спасибо вам за это, спасибо вам, ребята. Спасибо! Как уточнили в Федерации мотоциклетного спорта Приморского края, последние гонки по спидвею на льду на стадионе «Авангард» проходили еще в 1982 году. Соревнования возобновили по инициативе губернатора Олега Кожемяка. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом. Чуть больше недели осталось до старта одного из самых долгожданных спортивных событий этого года – первых зимних международных спортивных игр «Дети Приморья». Сборные Приморского края продолжают активно готовиться к масштабным соревнованиям. Для владивостокских шорт-трекистов это первые состязания такого уровня. Ребята усердно тренируются и на льду, и в спортивном зале. Подготовка спортсменов состоит из занятий на скорость, выносливость и технику. Сборные Приморского края продолжают активно готовиться к зимним играм «Дети Приморья». Для владивостокских шорт-трекистов это первые состязания такого уровня. Шорт-трек – это разновидность конькобежного вида спорта. Отличие главное – это в размерах беговой дорожки. Она у нас составляет 111 метров, а когда в конькобежном там 400 метров круг. Ребята усердно тренируются и на льду, и в спортивном зале. Подготовка спортсменов состоит из занятий на скорость, выносливость и технику. Мы усердно тренируемся три раза в неделю. Если получается, то еще у нас есть лед на Фетисове. У нас есть скоростные тренировки, есть тренировки, где мы тренируем выносливость. Ну, а также сегодня у нас проходит техническая тренировка. То есть дети отрабатывают технику прохождения поворота, технику прохождения прямой. «Владивосток» на играх будут представлять Владимир Балацкий, Никита Шелестов, Галина Фролова и Вероника Орловская. Несмотря на то, что ребята впервые будут принимать участие в международных соревнованиях, они настроены на самые высокие результаты. Дети Приморья будут достаточно большим толчком для продвижения шорт-трека не только во Владивостоке, но и в Приморском крае в целом. Потому что вид спорта очень зрелищный, но из-за того, что он не настолько популярен, но всё равно он очень интересный. И для нас любые соревнования такого уровня – это как толчок к развитию этого вида спорта в Приморском крае. Напомним, соревнования по восьми видам спорта пройдут с 20 по 23 февраля в рамках международных зимних спортивных игр «Дети Приморья». Билеты для зрителей уже поступили в онлайн-продажу. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова, Новости на Восьмом. Церемония открытия первых зимних международных спортивных игр «Дети Приморья» состоится 19 февраля. В концертно-спортивном комплексе «Фетисов-арена» во Владивостоке зрители увидят ледовое мультимедийное шоу «На встречу свету». Начнётся праздник в 15 часов. Отличительной чертой церемонии открытия игр станет участие в ней зрителей, спортсменов, находящихся на трибунах. Им нужно будет выполнять в ходе мероприятия специальные несложные задания. Хедлайнером мероприятия станет известная российская певица Нюша. Также перед зрителями выступит Донни, российский узбекский рэпер, бывший артист лейбла «Блэк Стар». Особым подарком для зрителей церемонии открытия станут выступления профессионального ледового шоу из Москвы и дуэта диджеев-гимнасток «Диджей Твинс». Сольный номер покажет первая в российской истории олимпийская чемпионка Сочи-2014 в женском одиночном катании Аделина Сотникова. Флаг игр по «Фетисов-арене» пронесут амбассадоры детей Приморья, прославленные российские и белорусские спортсмены, чемпионы Олимпийских игр 2014 и чемпионатов мира. Отметим, что все актуальные новости вы можете увидеть в наших социальных сетях и на канале Ютуб. Подписывайтесь и будьте в курсе событий, а также следите за новостями наших коллег. Так все о жизни города и края можно найти на электронных страницах информагентства ВладНьюз и в их телеграм-канале. Такой была эта неделя. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на «Восьмом» в следующую пятницу. Редактор субтитров А.Семкин